Приветствую гостей и подписчиков канала. Завтра всех поклонников фигурного катания ждет лакомый кусочек в виде короткой программы у женщин в командном турнире фигуристов. Завтра на телеканале Россия в 04.30 по Москве пройдут выступления в короткой программе у женщин. В рамках командного турнира нам доведется посмотреть на 10 фигуристок и среди них будет мега-российская звезда Камила Валиева. Ей в соответствии со жребием выпало завершать короткую программу, у Камилы десятый номер. Она выйдет на лед во второй разминке в 05.43 по Москве. Жителям центральных регионов придется встать немного пораньше, чем обычно. А вот остальные участницы командного турнира женщин. Первую разминку откроет завтра китаянка Иджу. Следом за ней на лед выйдет Анастасия Шаботова из Украины. Далее Элишко Бржезинова представит Чехию. Наша надежда в завтрашнем выступлении женщин Анастасия Губанова из Грузии получила четвертый стартовый номер. Лара Наки Гутман из Италии закроет первую разминку. Вторую разминку откроет Мадлен Скиза из Канады. Хорошо знакомая любителям фигурного катания Николь Шот из Германии выступит под седьмым номером. Также одна из наших надежд в завтрашней короткой программе японская фигуристка Вакабо Хигучи заявлена под восьмым номером. Заменившая Мэраю Белл американка Карин Чен выступит предпоследней перед Камилой Валиевой. Думаю нет необходимости говорить о том, что в сложившейся ситуации мы будем рады третьему месту Карин Чен. Жаль, что Анастасия Губанова получила такой ранний номер и судьи могут банально попридержать оценки пометуя об участнице под номером девять. Кстати короткую она катает почище американки. Здесь много будет зависеть от судей. Спасать Россию однозначно придется японке Вакабо Хигучи. У нее есть триксель. Если она его исполнит и без ошибок откатает остальную программу, то шансы на второе место есть. Но Вакабо может заявить и дупель просто чтобы не рисковать. Оценки за сезон у нее выше чем у американки. Есть маленький шанс, что Николь Шот побыв на пять минут Катариной Витр удивит судейский корпус безукоризненным катанием. И почему бы Мадлен Скиза не выдать прокат жизни. Все это конечно на тоненького. Скажем прямо в условиях сложного судейства надо рассчитывать прежде всего на свои силы. По поводу того кто будет катать произвольную у мужчин пока неизвестно. Слухи что это будет Нейтан Чен пока только слухи. Но если это так то Марку завтра надо будет постараться прыгнуть выше головы. И мы будем без ума от счастья принеси он в копилку 8 баллов. О парниках и танцорах могу сказать одно. Они просто должны 7 февраля выйти на лед и сделать дело которое хорошо любят и знают. Ну а в девочках мы собственно и не сомневаемся. Мужчины завтра выйдут на лед в семь ноль ноль по Москве. Завтра будет жарко. Всем удачи и успехов. С уважением Ренат.